Определение некоторых терминов фитха. Первое. Фарт, то есть обязанность. Это то, что требует шариат выполнения решительным требованием, обязательным требованием, то есть в обязательном порядке. Когда ты выполнишь его, за это следует саваб, награда. А за невыполнение следует наказание. Например, сон, ураза. Аллах сказал, кутиба алейкум сия, вам был предписан пост. Второе. Льваджи, то есть тоже обязательство. Он как фарс, например, в шифийском масхабе. Но есть разница также в шифийском масхабе в главе хадж. То есть в основном все так же, что и фарс. Но в хаджи фарс и ваджи в шифийском масхабе чуть отличаются. И ваджи в хаджи это то, что если ты пропустишь, хадж зачислен. Например, как бросать камешки. Если ты не сделаешь это, не выполнишь, то хадж не то, что полноценный, а засчитывается. Но ваджи лежит, чтобы прикрыть этот недостаток, нужно сделать жертвоприношение. То есть пролить кровь жертву животным. А что касается фарсов хаджи, то это, если ты его оставишь, хадж не засчитывается. Как, например, в состоянии у Арафата и Талаф и Фада. То есть если ты вот это не выполнишь, то хадж считается батль, то есть невыполненным. Третье. Фарт айн. Это то, что требуется выполнить с каждого члена индивидуально, решительным требованием, в обязательном порядке. Как намаз и ураза. Третье. Фарт кифаи. Это то, что требуется выполнить от мусульманского общества. То есть не от каждого требуется, а в общем с исламского общества требуется это выполнение. И если кто-то выполняет, то с остальных снимается грех. А если не выполняет ни один, то все грешные. Например, подготовить джинназу и прочитать за него намаз. Пятое. Рукан. Стол. Это также является вадебом на нас выполнить его. И он является частью вот этого дела, самого дела. Например, чтение фатихи в намазе руку и суджуд. То есть все вот эти моменты, фатиха руку и суджуд, они являются частью самого намаза. И они поэтому являются руками, столпом намаза. Шестое. Шарт. Условие. Это то, что вадеб, но не является частью этого дела. А является введением в это дело. Например, тахарат и направление кибли перед намазом. Седьмое. Мандуб. Желательное. Это то, что требует шариат, чтобы мы сделали, но не в обязательном порядке. Из чего следует, что выполнив, получаешь агер, награду, но не получаешь наказание, если оставишь это. Например, намаз духа и кьяму лейль. Также мандуб называется сунной или мустахабом, или татавуом, или нафилем. Восьмое. Мубах. Это то, что ты сделаешь или не сделаешь одинаково. То шариат нас не приказывает делать, да, и не приказывает нам это не делать. И поэтому за этим не следует ни награды, если это сделаешь, и ни наказание, если не сделаешь. Например, как сказал Аллах, если вы закончили намаз, то расходитесь по земле. Девятое. Харам. Сопрещенное. Это то, что требует шариат от нас оставления в обязательном порядке. Из которого следует, если ты оставляешь его, подчиняясь приказу Аллаха, то тебе награда. И если ты его сделаешь, то ждет тебя наказание. Например, убийство или пожирание имущества людей не по праву. Также харам называют махзуром, марсия и замбан. То есть греховное ослушание. Десятое. Макрух. Это то, что требует шариат оставления, но не в обязательном порядке. И если мы его оставим, подчиняясь приказу Аллаха, то получим награду. А если сделаем, то за это не следует наказание. Например, пост в день Арафа для хаджиев. Одиннадцатое. Ада. Выполнение. Это выполнение поклонения, отведенное определенное время со стороны шариата. То есть шариат ему определенное время отвел, и выполняем это поклонение в то определенное время. Как, например, пост в месяц Рамазан. Двенадцатое. Када. То есть выполнение пропущенного поклонения вне определенного времени. Например, читать намаз Зухар, когда его время вышло. Тринадцатое. Иада. Это повторение. То есть выполнять поклонение в свое время второй раз, чтобы постичь большей награды. Это как прочитал Зухар в одиночку, а потом появился Джамаат. То желательно, по сути, еще раз прочитать его, чтобы постичь аджир Джамаата. Продолжение следует. Продолжение следует.